Но если мы делаем абонемент из серьезной музыки, которая наша музыка, которую мы делаем с трудом, но с интересом большим, то это получается уже как бы обязаловка, и когда ты уже вынужден это делать, то теряется какое-то отношение эссоциазма. И мы решили сделать абонемент из той музыки, которая для нас это такая игра. То есть там мы балуемся. Мы балуемся с роком, мы балуемся с джазом, мы балуемся с сонтреками. Это та музыка, в которой мы... Ну... Сережа, помогай. Это аранжировки, которые мы делаем сами, там мы отрываемся, как вам дали. Спасибо. В общем, поэтому это абонемент... Это концерты, на которых мы будем получать удовольствие и приглашаем всех получить удовольствие вместе с нами. Да, потому что музыка, она, несмотря на свою непринужденность, да, вроде, ну, музыка, джаз, это, в принципе, достаточно было популярное время музыка. То есть у нас в джаза, хоть и не так много в русском, но всё равно, благодаря, опять же, филармонии и каким-то коллективам, которые поддерживают эту музыку, это направление. А он звучит. Музыка, кинофильм тоже достаточно часто звучит. Но здесь был упор сделан на то, что, опять же, квартет на месте зерон. То есть от этого ты не ожидаешь, что ты там слушал 150 раз тему Тиданика или ещё чего-нибудь, а тут выходит струнный квартет. Это звучит совершенно по-другому, потому что человек привык, что там где-то флитно звучит, здесь какие-то ударные, а здесь этого ничего нет, да, там кто-то тонет или ещё что-нибудь. У нас вот как раз появилась такая мысль, что, несмотря на то, что это все достаточно известные произведения, мы, во-первых, их пропуская через себя, отдавая частичку себя нашего квартетного музыцирования, мы выносим известный, но совершенно неизвестный слушателю продукт, который будет помимо того, что это будет звуковое оформление, это ещё будет цветовое оформление. То есть это будет достаточно интересно, но в рамках, опять же, мы его пока выходим только на органный зал, поэтому в рамках органного зала, насколько это будет технически, насколько это будет возможно, мы сделаем очень интересный продукт, и что, кубике, понравилось. Так, я первым делом хотела вообще-то узнать, почему у вас называется квартет Алиф, и, по-моему, я так это и не выяснила ещё до сих пор, расскажу. Следующий вопрос. В чём секрет, в чём загадка? Ну, опять же, я пыталась, значит, своих, наши концерты, квартета, предложить в следующий сезон. Когда это было? Это было год назад, по-моему, да? В квартете. И мне сказали, Вира, квартета Виры Коротичева, это не солидно очень. Ну, вот ты как бы суетишься много, и вот мне надо, давай название какое-то. И я думаю, название, вот интересно название, вот возьми вот так вот и придумай название для квартета. А в это время мы играли, мы прошёл, произведение, мы готовились к записи, мы сыграли это произведение, должна была быть запись. Композитор Юсупова пьеса называется «Альфа». И он нам объяснил, мы у него спросили, что-то Галли, почему мы это играем. Он нам объяснил, что вы почитаете рассказ Боркиса, и вы его знаете. Я, конечно, завезла. Я прочитала рассказ Боркиса, поэтому я читала Боркиса до этого, и вот уж вот как-то доходило, я прочитала рассказы. И я подумала, ну, надо же, какая трагическая музыка в этой пьесе. Это слишком трагическая музыка для такого божественного нечто, которое вмещает в себе всё, и не смешиваясь, и вот там же должно быть очень много всего. И я тогда думала, что о том, что вот это название «Альф», оно, наверное, не для пьесы, оно, наверное, для чего-то более глобального и масштабного. И мне говорят, давай назвать. И я говорю, ну, вот, дайте вот, пожалуйста, дайте вот так. Очень точно. Получилось, что оно прям отражает и вашу концепцию, да, то есть, ваше отражение. Да, и получилось, что действительно, квартет — это действительно весь мир, это действительно всё, что мы можем придумать в музыке. Музыка — это отражение мира, во-первых, да. А квартет — это вся музыка, все жаль. Это же четыре буквы. Четыре буквы, красиво, да. Потом это первая буква, Фабида, хорошего. Потом она приходит там и говорит, знаете, меня спросили, как называется она. Да, извините, мы теперь называем «Альф». Я на неё смотрю и говорю, ты назвала нас «Божественным началом». Я говорю, Серёжа, придётся божественно играть унисон. Да, вы не знаете, вы не всегда заниматься. Замечательная история. Мы очень много говорим о музыке.